Интервальное голодание, монодиеты или недели на кефире с яблоками. В сети можно найти тысячу разных диет, создатели которых обещают поразительные результаты в кратчайшие сроки. Нужно лишь проявить немного силы воли. Заманчиво, не правда ли? Однако при неправильном пищевом рационе ненавистные лишние кило могут испариться вместе с вашим здоровьем, восстанавливать которые вам придется еще очень долго. За своим питанием необходимо следить на протяжении всего года. План быстро похудеть к лету или перед Новым годом, безусловно, может сработать. Однако сброшенные кило быстро вернутся, как только вы вернетесь к привычному режиму. Поэтому, конечно же, следить за своим питанием нужно круглогодично. Отслеживать, чтобы у вас были овощи и фрукты, отслеживать количество белка в рационе. Вот эти все скачки про похудение временное ни к чему хорошему не приводят. Я всегда своим девочкам подопечным говорю, что лишний вес начинается с вашей первой диеты. То есть это всегда так. Нормальное снижение веса без вреда для здоровья – терять 5-10% от вашего веса за полгода. Так организм не будет испытывать сильный стресс и велика вероятность, что сброшенный вес больше не вернется. Нужно быть очень внимательным и к своему организму, напоминает диетолог. И если вы заметите резкий скачок цифр на своих весах, как в плюс, так и в минус, это сигнал обратиться к специалисту. Я не знаю, у нас заболел зуб. Мы же не говорим, я сейчас сама поковыряюсь. Вот если не поможет, то тогда уже обязательно пойду к стоматологу. Но такого же нет. Поэтому как только что-то происходит, надо сразу идти, сразу. А не потом, когда уже плюс 30 килограмм налипло. Понятие «правильное питание» весьма расплывчато, считает Анастасия Егорова. Для здоровья в первую очередь важен сбалансированный рацион. В нашей тарелке должно быть несколько групп продуктов, содержащих клетчатку, сложные углеводы и белки. А вот феномен правильного питания породил немало мифов. Первый лучший завтрак – это овсянка. Завтрак, по мнению Анастасии Егоровой, должен быть вкусным и сытным. А после овсянки чувство голода к вам вернется уже через час. Второй миф – нельзя есть после шести. Сейчас среднестатистический человек ложится спать в 12 часов в час ночи. Это огромный перерыв. То есть это шесть часов голодания, плюс еще вся ночь потом у вас впереди. И, конечно, это не полезно. Вот так и проявляются начальные этапы расстройств пищевого поведения, когда человек встает ночью, идет к холодильнику и начинает забрасывать в себя все, что лежит. Так делать не нужно. Определиться с тем, как правильно выстроить свой рацион, поможет подсчет калорий, считает диетолог. Эта методика полезна для начинающих, чтобы те могли приблизительно понять, какие ошибки совершали при выборе продуктов и блюд и сколько калорий в день потребляли. Постоянный же контроль может стать слишком утомительным. Анна Перепец, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.